Ну что, всем доброе утречко! Хотя с нашего последнего разговора прошло всего лишь полчаса с того момента, как я с вами попрощалась в прошлом влоге. Но в Израиле по-любому уже утро. Я думаю, что часа два утра, даже три утра. Так что можно сказать, что доброе утречко! Итак, нам принесли тут ужин. Я даже не знаю, как это назвать. Ужин, завтрак. Что-то средненькое. Так, и что же нам принесли? Тут есть салатик. Это какой-то десертик. Странненький очень. Водичка. Фруктовый салатик. Кстати, очень сейчас к месту мне. И еще сэндвич с мясом. Такой вот. Ну все, я дома. Наконец-то. Соскучилась по Израилю, честно сказать. Ну все, я уже на станции поезд. Не хожу, жду своего поезда, который приедет минут через 25. А это значит, что я поеду в самой толкотне. Вот с этой вот красотой. С двумя чемоданами. Раз и два. Пруха у меня сегодня. Пруха, что сказать. На улице дождь идет. Вот, видите, все сыро. Здесь уже на территории Израиля у меня все прошло гладко. Меня никто не останавливал. На дополнительные проверки не брали. Я быстро прошла паспортный контроль с помощью автомата. Даже не человека. Прошла, получила свой багаж и вышла. Хоть на этом спасибо. Потому что мне хватило того, что было в Лондоне. В общем, я уже посмотрела, заглянула в чемодан. Потому что мне нужно было туда положить некоторые вещи, которые у меня были, которые я купила в Битихре. Андрейкины подарки не вытащили. Несмотря на то, что видно, что чемодан перебирали и все просматривали. То есть вещи лежат не так, как лежали. Некоторые вещи сложены намного аккуратнее, чем они были сложены. Но мясо не вытащили. Я дома. Даже не верится, рыжий мальчик. Ты скучал по мне, что ли? Я же упаду. Я же упаду. Ты так на мне стоишь, я же упаду. Ты скучал. Знаете, в гостях хорошо, а дома лучше. Мои мальчики убрались в квартире, пока меня не было. Чтобы я приехала в чистую квартиру. Мои сын. Ой, вот я расстрелённый капец. Как я мечтаю сейчас снять себе всю эту грязную одежду, в которую я целый день таскаюсь. Куртку постирать, наконец-то, потому что моя куртка просто чёрная, а не белая. Все вещи перестирать, сходить в душ и пойти спать. Всем привет, доброе утречко. Можно сказать, что для меня доброе утро, потому что я только что проснулась. Сейчас у нас 2.30 дня. И я хочу вам показать свои покупочки и подарочки. Пока я их ещё никому не раздала. Не успела. Так, ну и давайте начнём, наверное, с края. Что ближе лежит. Купила себе вот такие вот классные кроссовки Adidas. Ментолового цвета. Кстати, я в них уже успела по Лондону погулять. Они у меня уже грязненькие. Классные кроссовки, очень удобные. Дальше. Тут у меня в пакетике Disney лежат подарочки моим коллегам. Подарочки куплю на и не в Disney, а в Primark. Так, я купила у каждой своей коллеги по гигиенической помаде. Такая вот симпатичная. И по зеркальцу. Здесь у меня лежит подарок Андрея. За который я больше всего переживала, что его вытащат из чемодана. Но нет. Вот. Купила я ему 2 колбаски. И несколько пачек вот такой вот ветчины. Очень вкусная. Я её в отеле себе покупала. И мне прям очень понравилось. Дальше. Купила себе очочки. Вот такие вот. В магазине, который называется Urban Outfitters, по-моему. Так, что у меня на очереди лежит? На очереди у меня лежит подарок моей маме. Это пазл подсолнухов Ван Гога. Но не обычный, а 3D пазл. Помните, раньше были такие картинки, карточки, когда на них смотришь под разным углом, они показывают разные картинки. Вот по такому же принципу сделан этот пазл. Я думаю, маме моей понравится. Она у меня очень любит искусство. Всё, что с ним связано. Я ей всегда, всегда, когда я захожу в какую-нибудь галерею или в музей, я ей что-то там покупаю. Дальше. Здесь у меня лежит подарок для моей коллеги. Она меня попросила купить её сыну кепку из Диснейленда. Вот такая вот весёлая кепка с Микки Маусом и со всеми его друзьями. И с пропеллером. Дальше. Вот такие вот ушки Микки Мауса с Чипом и Дейлом. Честно говоря, не собиралась покупать в Диснейленде эти уши. Но, блин, не удержалась, короче. Ладно, будет не на памяти Диснейленде. Купила себе классные сандали на лето. Сейчас я вам покажу. Так, я тут шлёпки ещё засунула внутрь. Купила себе две пары шлёпок такие вот. Вот там вторые лежат, в которых я, кстати, ехала. Так вот, вернёмся к сандалям. Сандали от коллаборации Филы с... По-моему, эта фирма называется Мелисса или как-то так. В общем, сейчас я вам покажу. Блин, ну это не сандали. Я даже не знаю, как это назвать. Вот видите, Мелисса и Фила. Коллаборация этих двух фирм. И мои новые, летние. Ну ладно, пускай будут сандали. Так, это дрянь для Андрея. Вообще, конечно, когда я покупала Андрейке сигареты, это было то ещё удовольствие. Потому что в Лондоне на сигаретах такое печатают. Ну, это понятное дело, для чего это делают. Чтобы люди не курили, чтобы их это всё отвращало. Но я, как не курильщик, знаете, туда зашла, в эту комнатку. Это всё в отдельной комнатке продавалось. Меня чуть не стошнило, честно сказать. Вот тут изображена такая картинка. Это самая такая, знаете, лёгкая, лайт-версия всех тех картинок, которые там были изображены. В общем, купила ему эту дрянь. Фу. Когда он уже наконец-то бросит курить. И купила ему ещё две футболочки. Вот такая вот футболочка с мишкой и сердечками. Не знаю, это мой эксперимент. Я не знаю, понравится Андрею или нет. Он у меня с чувством юмора, так что, может быть, он даже будет её носить. Мне она лично очень понравилась. И купила ещё одну обычную серую футболку. Купила себе вот такой вот свитер в праймарке. Стоил он, по-моему, около пяти фунтов. То есть, практически бесплатно. Классно очень мне понравился. И я в нём успела уже в Лондоне погонять. Я довольна. Ну и остались подарочки Яну Андреевичу. Во-первых, это рюкзак. Чтобы ходить ему в садик. Потому что тот рюкзак, который у него сейчас есть, он уже... Ну, его, короче, пора менять. Поэтому я ему купила вот такой вот классный рюкзак. Прям очень суперский такой. И запихала туда его подарки. Давайте посмотрим, что я туда ему положила. Купила ему в Диснейленде вот такого база лайтера, который делает вот так вот. Купила ему вот такую вот чёрную машинку из мультика Cars. У него уже есть несколько красненьких машинок из этого мультика. По-моему, Спиди Гонщик зовут его эту красную машинку. В общем, я решила купить ему ещё вот такую вот чёрненькую машинку на радиоуправлении. И ещё купила ему пижаму. Пижаму с Марио. Вот такая вот классная пижама. Не знаю, почему именно с Марио я ему купила. У меня нет объяснения этому. Ну что, настало время рассказать вам, что со мной произошло в аэропорту. Хотя, на самом деле, уже эмоции поутихли. Я уже, честно говоря, не помню половину, потому что я была уставшая. И всё закончилось хорошо. Но всё же, я вам расскажу, раз обещала. Значит, после того, как на регистрации на рейс мне там задавали миллион вопросов, попросили открыть маленький чемодан, вытащить оттуда вещи, я зарегистрировалась на рейс и пошла в дьюти-фри. Маленький чемодан я тоже отправила в багажом вместе с большим. Мне предложили это сделать бесплатно. Я, конечно же, согласилась, потому что я не люблю таскать с собой вещи. Вообще, изначально я планировала большой чемодан отправить в багаж, а маленький взять с собой в салон самолёта. Но раз предложили, то я согласилась. С собой у меня была моя маленькая красная сумочка, совсем малюсенькая. И пакет, который я купила в дьюти-фри с сигаретами и со сменой одежды, потому что я вытащила по-быстренькому из чемодана свои спортивные штаны и уже в зоне дьюти-фри переоделась. Поэтому у меня были в пакете джинсы, сигареты и ещё планшет, планшетник, чтобы смотреть фильмы. Как оказалось, потом мне он был не нужен, потому что в самолёте был телевизор с фильмами, но неважно. В общем, я нашла свои ворота. Я, кстати, была одной из первых, потому что я приехала в аэропорт очень-очень рано. В общем, я нашла свои ворота, там ещё никого не было, там была тишина. Сидела себе спокойненько, смотрела фильмы на телефоне, сериалы. Начал народ приходить. Потом где-то за часа полтора до рейса попросили освободить всю зону, где находились наши ворота. То есть там были не только наши ворота, там, наверное, ворот 5 находилось. То есть это достаточно большая зона аэропорта, которую попросили освободить. Сказали, выйдите, пожалуйста, отсюда все, освободите, чтобы здесь никого не было. Ну ладно, мы все вышли, я нашла себе другое место, продолжила смотреть фильмы. Потом я начинаю замечать, что на входе вот в этот закуток в аэропорту, который нас попросили освободить, выстроилась очередь из людей. Но я, честно говоря, не поняла, что это такое. Я думала, что люди просто стоят и ждут, пока откроют. Откроют этот закуток, чтобы пустить людей вот в эти места, которые находятся рядом с нашими воротами. Я подождала ещё полчаса, потом вышла опять, смотрю, очередь не убывает, и люди уже другие стоят. И я так посмотрела вперёд, и смотрю, люди проходят, и там происходит опять какая-то проверка. Думаю, ладно, надо, наверное, в очередь тоже встать. В общем, я встала в эту очередь, отстояла её, стояла минут 15. Вообще без задней мысли, честно сказать. И когда подошла моя очередь, там стоял парень, который попросил у меня паспорт, попросил у меня посадочный талон, я ему дала. А до этого парень, который мне задавал миллион вопросов на регистрации на рейс, он мне что-то в паспорте наклеил, какую-то наклейку с какой-то надписью, с именем. По-моему, это было имя Муран, если я не ошибаюсь. В общем, этот парень открыл мой паспорт, увидел эту наклейку с именем Муран, посмотрел на меня и попросил пройти в сторону. Там была такая белая маленькая комнатка, куда меня попросили зайти. Там было уже несколько человек, которые ждали своей проверки. И в этой комнатке проверяли всю ручную кладь. Проверяли очень-очень тщательно. Каждый, знаете, там... Я даже не знаю, каждую резиночку для волос проверяли, серьезно. В общем, меня попросили пройти в эту комнатку. В этот раз я оказалась тем самым человеком из той самой белой комнатки. Было это, конечно, очень неприятно. Плюс до рейса уже оставалось совсем немного времени. В общем, я там сидела, меня тоже проверили, проверили мою обувь, проверили всю мою ручную кладь. Слава богу, что у меня ее не было много. То есть у меня практически совсем не было ручной клади, поэтому со мной все сделали быстро, скажем так. Но было достаточно неприятно. Самолет задержался из-за этого. Там было несколько человек, которых проверяли. И люди, которые проверяли всю ручную кладь, ну, их было недостаточно. В общем, много людей отправили на проверку. И они не справлялись, поэтому закончили они достаточно поздно, уже после того, как самолет должен был вылететь. Ну, естественно, без нас самолет не улетел. Хотя, на самом деле, очень нервничала. Я где-то за 10 минут до нужного времени вылета я спросила, ну, что происходит, давайте уже быстрее, потому что через 10 минут вылет мне девушка сказала, не волнуйтесь, без вас не улетят. Ну, ладно, я с этих слов успокоилась немножко, дождалась в своей очереди, меня проверили, отправили в самолет. Конечно, на самом деле, я понимаю, почему это происходит. Это авиакомпания «Иляль» израильская авиакомпания, которая славится своей безопасностью. И действительно, в самолете было лететь совершенно не страшно, потому что иногда у меня случаются маленькие, знаете, такие панические атаки, что вдруг какой-то террорист в самолете сидит. Кстати, когда я сидела на мюзикле, у меня тоже такие мысли возникли, потому что зал был переполнен, очень много людей. На входе проверка была, ну, скажем так, так себе, по сравнению с израильской проверкой безопасности. Вообще даже ни в какое сравнение не стоит. И я почему-то вспомнила в какой-то момент теракт в театре «Норд-Ост», помните? Который в России произошел, и мне стало что-то так страшно на несколько минут. Но я потом успокоилась и продолжила дальше наслаждаться мюзиклом. В общем, обычно у меня в самолете на какие-то моменты тоже включается такая боязнь, что вдруг какой-то террорист сидит. В этот раз у меня такого не было, потому что я знала, что через такую службу безопасности, через такие проверки не пройдет ни один террорист. Поэтому я была спокойна. Вот. С одной стороны, да, я понимаю, что это делается все для нашей безопасности. С другой стороны, так неприятно было оказаться этим человеком, которого проверяют, которого заподозрили. Тем более я израильтянка. У меня есть израильский загранпаспорт. Я уже много лет живу в Израиле. Я периодически летаю за границу. И раньше, ну вообще, вот с того момента, как я получила израильский загранпаспорт, у меня никогда вообще не было проблем ни на каком паспортном контроле, ни на проверках безопасности. Вообще я проходила свободно. Но в этот раз меня решили проверить. Я предполагаю, что это было потому, что... Когда я выезжала из отеля, я сделала чек-аут где-то в 10 или в 11 часов дня. Но вылет у меня был ночью. И меня парень на регистрации на рейс спросил, а где были чемоданы вот это вот время. Не каталась же ты с ними по всему Лондону. Но я сказала, что чемоданы были в камере хранения отеля. Но также я сказала, что когда я их забирала, я их открыла, посмотрела, что все в порядке. И плюс мне нужно было туда еще несколько вещей запихать, которые я купила во время своего последнего дня в Лондоне. Но все равно, видимо, он заподозрил, что, возможно, что-то могли мне в чемодан засунуть. В это время пока чемодан не был со мной. Поэтому меня так проверяли. Я, честно говоря, еще когда летела, переживала, что когда я прилечу уже в Израиль, на территорию Израиля, могут быть какие-то проблемы, меня могут еще раз править на какую-то проверку. Боялась, что мои чемоданы не долетят, потому что если их проверяют, значит, это занимает много времени, а значит, они могут не успеть на рейс. В общем, много было страхов. Но я прошла очень быстро, одной из первых. Забрала свои чемоданы в целости и сохранности. Оттуда даже ветчину не вытащили. Что удивительно, я думала, я была уверена, что ее вытащат, потому что, ну, нельзя завозить свинину в Израиль. Но, видимо, они закрывают глаза, если это такие маленькие количества, только для личного пользования. Ну что, у нас уже почти 10 часов вечера. Я иду в магазин в надежде на то, что он открыт. Иду в кофлекс. Я опять сегодня завалилась спать. Часов 7 у меня что-то так сильно рубить стало. Я думаю, наверное, если я сейчас пойду спать в 7 часов вечера, то я просплю до утра. В общем, я легла спать. Вырубилась за секунду. Проснулась в 9 часов. Я не знаю, как я буду настраивать режим дня. По-любому я сегодня не знаю, когда пойду спать. В середине ночи, наверное. А завтра рано вставать, потому что завтра надо на работу идти. В общем, проснулась я в 9 с ужасной жаждой и желанием что-то такое поесть, чего дома нет. Знаете, бывает такое желание, что вот хочется что-то съесть. Но то, что есть дома, как бы оно не очень подходит. И то, что есть дома, ты есть не хочешь. Поэтому иду в кофе. Надеюсь, что он открыт. Но вроде свет там горит. Так, что же я себе купила сегодня на ужин. Давайте я вам покажу. Опа. Клубничку. Буду трескать клубничку, ягодки. Мне, кстати, здесь будет очень не хватать черники, малины, которые я в Лондоне трескала практически каждый день. Там они стоят достаточно недорого и продаются в любом супермаркете. В Израиле, в принципе, их тоже можно найти, но они стоят очень дорого и продаются только в русских магазинах, если я не ошибаюсь. Поэтому мне малинки с черникой будет очень не хватать. Но я взяла себе клубничку. Взяла себе сливочный сыр. Это для того, чтобы делать бутерброды с ветчиной, которую я купила в Лондоне. Взяла себе малаби. И еще взяла себе свои любимые вяленые помидоры. Набор называется «Я не определилась, что я буду есть сегодня вечером». Ладненько, на этом я буду с вами прощаться и увидимся, надеюсь, завтра. Все, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok